Очень частая проблема. Люди, которые играют в CSGO, всегда верят в то, что они играют на 4K L, но сидят на третьем левеле. И мы решили проверить, насколько это правда. Есть ли люди, которые реально имеют потенциал сыграть на десятке. Это уже второй выпуск, и сегодня мы будем проверять третьего левела, который верит в то, что он играет на 4000 L. В это сложно поверить, но он убедительно в это верит. Чтобы его разоплачить, мы позвали его в команду, где играет 4 человека на 4000 AVGL. Будет очень интересно посмотреть, как он себя проявит в этой команде. Не забудьте поставить лайк, если, конечно же, вам этот ролик понравится. Кстати, в течение трех месяцев я играю уже на коврике CyberShock, и я честно кайфую. И вы можете тоже кайфовать, потому что осталось всего 300 штук в наличии. Вы уже прямо сейчас можете его заказать, и уже примерно через 2 или 3 дня вам придет эта доставка. Цена и ссылка на покупку есть в описании этого ролика. О, на Озоне. Здравствуй, мне 11 лет, зовут Никита. В CS-ку играю, ну, в принципе, давно, с года 18-го. А я из Ярославля. Получается, ты был готов к этой съемке, ты не волнуешься абсолютно? Не, я был готов, но волнение все же есть. Но ты писал заявку очень уверенно. Ну, это да. Давайте послушаем, что он сказал. Ну, смотри, у меня меньше 1700 эллы из-за того, что мне очень часто попадаются сморфы, и в основном я играю, можно сказать, в соло. В 4К могу играть, потому что были случаи, когда я играл в стаки, и там игра была легче, потому что понимание уже было, и игроки не делали всякой дичи. И думаю, в 4 и выше к эллы сыграть я смогу. Сейчас внизу тебя ждает 4 игрока, которые играют на 3-4К эллы. Посмотрим, как это получится. Насколько ты процентов уверен сейчас, то, что ты оправдаешь себя, и ребята поймут, что ты не просто самозванец, а настоящий игрок. Центр на 60. Хорошо, посмотрим, что будет после катки. Давайте, ЛС-хол. Что делать? 2 или 3Б? 3Б, 2А. 2А. Слушай, ну смотри, 3 левел, он пытается, монсовать, стрейпиться. Пытается, по крайней мере, выжить, потому что на его уровне, наверное, Mitchell просто побежал быстрее на голову ковры, и быстро бы умер. А он как-то пытается защитить Blender. Обсудили. Ооооо! Открыть все, дороски. Болер. Класс. Я полу, вышли. Флэшку я выдал. 2, 3. Слушай, он прям на улицу, хорошо. балконы это короче ставите нам нужен бай это будет а и он только один на позиции что надо сегодня в этой ситуации занять наверное яму да самое удобное найти вам зажмур и сейчас он выбирает какую-то полу позицию и службе кое-что надо поражать но а я из тайминг смогли то очень хорошо ничего себе ну и вас красный тут уже он нравится мне больше чем парень из прошлого ролика очевидно у нашего человека 4 фрага 2 смерти к до этого лучше почти лучше в команде он видно что когда не выделяется на фоне других то есть делал кита обоснованные действия хотя бывают ошибки не выделяется сумку то слабо дзина хорошо что он не топает у него шансы хотя бы сыграть спину убить очень хороший сейчас попуста хорошо молодец так и выживает не идет дальше пульку ловит пульку серьезно как-то не может определиться позиции вот такая позиция самая наверно вредная на это о пошел может какой-то какой-нибудь рано так ведь еще все что так у не по сейчас очень важный момент 3 в 2 но у него все еще хдм у него тума 84 и войти в 17 хорошо но опять же какая обработка у него стран он все учил и встал в афк просто смотрел стену смотри вот из этого из-за этого свока он получил урон они берут клатч 22 не ну кстати вот нереально здесь комфорт не играть чем на тех думать умеют хернёй никто не страдает ой как я рад спасибо что что я попал обстоятельно очень важно рогал и не смог супер убил но на хорошо он дождался выход со смока молодец но надо было спрятаться и дождаться тиммейта да чтобы ретейкать на он поторопился брать раунд хотя опыты бы игрок спрятался бы как-то мог выжить что-ли выиграть время предлагаю через опсы всем выпилить о он колдал плохой кстати кол вообще рабочие особенно за атаку потому что у них юспы глаки прыгают вообще шикарный кок ой-ой-ой-ой их услышали и увидели голова один дают шанс взять пачку надо почему это не ему подсказывают надо подержать тянет очень уже пушит их да да но вскрыть скинул скинул поставь бомбы сообщил там ссылок сейчас его полный косяк был с этой попы в смысле он дропает кому он смысле хорошо взорвется но сделал очень важно kill open фраг ну хороший раунд от не по если бы не не они бы сейчас не были на это это его раунд и вот позиция на балконе которая рабочая вот ты живешь на супер своего которую легко не дочекать если ты не житель и шорт если что-то не так просто падаешь но это супер позицию что он делает он мой балкон что это сейчас будет а и он просто крутится теряется таких ситуаций в качи когда нужно вот выйти точечно какую-то позицию задавить он теряется не знаю что именно теряется нужно распекать ну как это мультируем а пройти до этого библиотека грамотным лигу он справится никогда не сделает ванта . надо отбить от флешки отвернулся и зря зря позиция для хэдшота той вот тюрьму ой как есть сайта сайта очень тяжело не куда либо из-за этого игроки же как же он словил все антитайминге во первых стрелялся с хэдшотом где позиция максимально проигрышная и во-вторых и если смысл спину досмотри ты уже эту спину он отвернулся в самый нужный момент так бы сделал бы еще 2 ванта растерялся опять же ну смотри у нашего нипы уже минус когда пошел 094 затеряв он гораздо хуже играет но в любом случае он смотрится еще в это команде друг не бы понимали что он наши все идет налоги савиком это очень странно хотя мы просили дай молик библу там было две секунды когда мог среагировать дать молит и тербы не пикал четыре штуки очень интересная игра давайте просто дадим банан потом ретель к нему это легко делается бро надо тренироваться и чигур игра пловит вот сейчас я начал плохо отыгрывать я ничего не могу настрелять кривой смог как же смог и заруинил бы посмотри что делаете ту райс хаммер что они говорят ребята что думаем думаем что это была очень интересная игра это правда а насчет нашего нипа за защиту очень хорошо играл мне понравилось да за защиту он хорошо играл но затеряв да что-то пошло и так видимо не затеряв он тоже вносил импакт занимал second middle смотрел за медом пока мы банан разыгрывали свою роль выполнял вроде неплохо на карте находился да но он красава точно не на потратила да они оппозиционка прицела не очень так если посмотреть то там да ну нервничать возможно еще но видно что до конец прицел вводит вниз-вверх понятно как когда чел выходит на тебя ты там еле как мышку перенаводишь но это нервы скорее а давайте самый важный вопрос самый интересный на какой level он-то в итоге играет возьмите туда информацию возьмите туда позиционеры прицела понимание игры раскидку общение сотрудничество в катке я думаю что мы недостаточно посмотрели нам нужно еще одну игру чтобы побольше посмотреть за руку не до полстана пойдет они все же подбырешили пойти только не на ой-ой-ой он же видел просто не был фокусе не смотрел это еще хочу принеслил опять побежит через слуху я не знаю значит он точно не умеет играть вербас он пусть вам мастер опорником бегать через клубу занимать да если вы хотите занять монстр надо подниматься через хаван опять обработка ну в целом слушай слушай опять же обработка аферизация была при этом что он увидел не поймут лайк просто хорош позиция уферизация за что с тобой почему стоят на тною тоже алик там там алик очень хорошо очень хорошо не нужен был но я извиняюсь так получилось там справа дырка сейчас может выйти это видел он кинул кривой смог ему рассказали то что он кривой но все равно в кран за гранаты в руках выходит на шорт его бы убил там ай перевел я тебе смогу дать здесь хоть у это фаст монстр это будет фаст монстр это выход бы давай давай чувак давай нет умер что помогать ну взял все таки фраг как-то но он очень просто забежал да если б через девятку бегал а он все прошло бы как обычно да да через клуб как будто он вышел он не знает это кажется да теряется надо было сближаться с маком там вообще здесь и было бы ладно не все потеряно очень близко есть очень близко смотри чекнул но это чекал не поверила чекает просто как будто для галочки для того чтобы может быть прочекать реально убить типа что просто посмотрели скале вот и чекаешь он вышел каленый ну и легкий фраг был застреливой что-то не так теряется я должен был клон убить ай штука стоксик один ой как хорошо развернулся наконец-то он развернулся вовремя но не повезло стрельбе ну и при разби не так много хп теряет это вот видно что он не может выйти вырубить так резко очень сильно повезло я сказал про повезло да ну что он как будто в нем попали его мышка отлетел от удачи такой что это конкунг он один шорт близко позиционирование прицела отсутствует смотрим на статистику 052 кд 11 фрагов 2 на двадцатую смерть очень печально играют я белый трак один что случилось ребятам я не заиграл вторая катка вам дала сделать возможность какие-то выводы для него сложная карта да это было не такая интересная карта как интерна было замечено очень много ошибок с его стороны например я заметил то что он очень часто закупается очень странно если у него первый респа и например две с половиной тысячи баксов он покупает почему-то дигл когда он может купить мак и запушить первым там под флешку занять воду еще чего-нибудь это первый момент второй момент незнание гранат на карте то есть совершенно не знает дефолтный молик за защиту на воду не может кинуть на ходу приходится скидывать и делать все за тиммейтов ну еще он играл получается на бочках и его задача подавать инста смог ну не это просто смог давать монстр вместо этого он просто шел на бочки буст не давал ну выполнял свою роль некачественно и еще одна ошибка это то что ты не давал инфу которую которая нужна была твоей команде то есть ты стоишь возле трака за атаку вы уже заняли плент ты слышишь тот чел поднимается на мусорке уже два стерц но ты почему-то об этом не сказал своей команде но это не единичный случай там еще были случаи когда ты не дал команду своей команде ой дал к информации команды сейчас я хочу услышать мнение учитывая две катки на какой элла уровень он играет но для меня думаю шестой опыта не хватает вот и волнуется если не затрагивать стрельбу то я если честно мало ран наблюдал за ним потому что он чаще всего умирал первым если смотреть стрельбой то так и есть это 5 6 ран может 7 я думаю то что в первой катке он точно играл на 7-8 но во второй где-то 5 6 в сумме я считаю то что он играет на четки 5 переходящих 6 левел вот моя такая ставка отдай должное волнение это очень важно кстати кура ты что скажешь но я поддерживаю тоже символы но похвален то что он нежели как прошлый гость хотя бы что-то знает на карте по что было видно что он что-то знает но как будто ему не хватает опыта действительно я тоже даю ценку 7 уровень хорошо не по сейчас я хочу тебя услышать когда эти спрашивал ночью до игр ты сказал что на 60 процентов уверен то что наиграешь как 4кл какое сейчас все мнение играешь ли ты на 4кл по факту нет факту нет это для меня еще слишком высоко ну так так как ребята сказали да мне не хватает еще опыта и надо дорабатывать чтоб не было меньше ошибок как на инферно то что я крутил присел туда-сюда надо поменьше ненужных мулов делать а в принципе я доволен этим опытом я уже понимаю что мне надо менять в игре и что улучшать это главное это главное если тебе понравился этот ролик то советы посмотреть как 7 левел говорит что играет на 4000 л или же как чемпион мира смотрит мою дымку и назвать мои ошибки с тобой был я эрик шоков и до следующего ролика пока